Мобильность Наша компания «Арэп» специализируется на строительстве ТПУ не только во Франции, но и за рубежом, в Китае, например. Мы работаем во многих странах на Ближнем Востоке. В Китае, как я уже сказал, во Вьетнаме, в Индонезии, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Марокко, в Италии. Самые сложные проекты — это проекты, которые нужно осуществлять в пределах уже существующей инфраструктуры, например, в рамках какого-то города. И не только потому, что нужно перестраивать уже существующие здания. Любой архитектор вам скажет, что перестроить что-либо гораздо сложнее, чем создать что-то с нуля. И также сложность заключается в том, что вы вынуждены работать на объекте, на котором кипит повседневная жизнь. Самый сложный наш проект, который сейчас приходит мне в голову, — это, наверное, вокзал Сен-Лазар в Париже, который ежедневно обслуживает 450 тысяч пассажиров. Нам понадобилось 10 лет, чтобы утрясти все вопросы с партнерами, 10 лет анализа и обсуждений. И затем, три года мы, собственно, работали. В таких проектах возникает два вида сложностей. Во-первых, это рамки партнерства, потому что участвует большое количество сторон, и каждый преследует свои интересы, которые необходимо учитывать. Во-вторых, как я уже сказал, мы должны действовать в режиме объекта, на котором кипит жизнь, и люди занимаются своими делами. Мы проводим тщательный и предварительный анализ всех фаз нашей работы, а здесь было 50 разных этапов. Для того, чтобы более эффективно проводить данный анализ, мы специально разрабатывали модель пассажиропотока. Технически это позволило нам увидеть, как передвигаются пассажиры внутри вокзала, когда и где они находятся, и где они скапливаются. Потому что чаще всего мы имеем дело с повседневными пассажирами, которые не меняют своих привычек. Мы работали и ночью, и днем. Что касается реализации проекта Сен-Лазар, я могу сказать, что за все три года работы не было ни одного сбоя в расписании поездов. И утром и вечером пассажиры продолжали ездить по своим делам. Программа строительства транспортно-пересадочных узлов в Москве – это потрясающий по сложности, масштабности и интересности проект. А также потому, что руководство Москвы, как мы успели убедиться, желает сделать так, чтобы не только транспортно-пересадочный узел возникал, но и город вокруг ТПУ возрождался, становился интереснее, современнее для жителей. И среди таких проектов можно назвать ТПУ-технопарк, в котором мы участвовали, где строительство ТПУ не ограничивается строительством транспортно-пересадочного узла, но и включает в себя инфраструктуру вокруг него. В рамках этого проекта мы увидели желание развить инфраструктуру так, чтобы она содержала и торговые площади, и офисные гостиничные пространства. АРЭП работает над подобными проектами в Китае, где все чаще прослеживается логика, схожая с развитием московского региона, где строительство станции метро предполагает не только саму станцию, но и развитие района вокруг нее. Так как пересадочный узел — это узел между различными видами транспорта, это и метро, и автобусы, и такси, мы также понимаем, что он должен вписываться в концепцию инфраструктуры. Хороший пример — проект в городе Шанжэнь на юге Китая, где мы занимаемся строительством башни высотой 400 метров, и общая площадь проекта составляет 450 тысяч квадратных метров с развитием торговых площадей, офисных пространств, жилого комплекса и двумя станциями метро. И правительство, и компания, которая занимается развитием этого проекта, понимает, что им очень повезло с проектом, который обслуживает все нужды жителей с точки зрения жизни и с точки зрения транспорта. За последнее время в Китае появилась железнодорожная сеть высокоскоростного сообщения, охватывающая всю страну и основные города. Эти проекты вокзалов-поездов высокоскоростного сообщения — очень характерная черта для Китая, потому что в первую очередь важны пространства работы, так как нужно обслуживать огромные толпы людей, которые постоянно ездят из точки в точку. Мобильность является ключом к пониманию города, к пониманию того, как город живет и как он развивается. Современный город, в какой бы стране мира он ни находился, — это город, который прежде всего должен обеспечивать мобильность. Я считаю, что будущее принадлежит комбинации общественного транспорта и частного. Сегодняшний мир характеризуется появлением новых видов транспорта и новых способов передвижения, которыми правительство города или региона обеспечивает мобильность населения. Можно привести в пример компанию Uber — велосипедные площадки, появляющиеся повсеместно, авто, которое можно арендовать на пять минут. Сегодня человек не думает, как ему добраться из точки А в точку Б. Он думает, у меня есть машина, велосипед. Как мне сочетать это наиболее лучшим образом, чтобы удобно добраться до пункта назначения? Исходя из этой логики, ТПУ становятся очень важны, потому что это те узлы, где люди пересаживаются с одного вида транспорта на другой. И будущее транспортной области, будущее мобильности человека во многом зависит от будущего ТПУ. Также важность ТПУ в том, что сегодня города разрастаются, становятся все более сложными по своей сути. И от транспортно-пересадочных узлов горожане ожидают, что узлы будут предоставлять широкий выбор услуг, в то же время будут облегчать им жизнь, предоставлять административные услуги, рабочие, торговые, коворкинговые пространства, объекты спортивной инфраструктуры и культуры. Я считаю, что для всех архитекторов, для всех людей, кто работает в сфере метрополитена в разных странах, московский метрополитен является эталоном. Потому что люди, которые его строили в 30-е и 50-е годы, которые первыми поняли, что метро – это не просто транспортная система, не просто техническое помещение, которое обслуживает технику, но метро – это общественное место, которое принимает огромное количество людей каждый день, которое должно быть тем дворцом встречи, дворцом восхищения, которым является московское метро. Московский проект второго кольца метро – МКЖД – является очень большим проектом, очень сложным проектом. И я считаю, что этот проект отвечает требованиям многих крупных городов мира. Сегодня это случай Парижа в том числе. Потому что, в принципе, традиция развития метрополитена в различных городах такова, что ветки развиваются по принципу звезды. Они из центра расходятся в стороны, и для того, чтобы попасть на разные ветки, нужно все время приезжать в центр. Подобный проект МКЖД и кольца метро в других городах помогают быстрее доезжать до места назначения и разгружают центр. Также стоит отметить, что в Москве ситуация немного другая, потому что довольно давно существует кольцевая линия. Но я считаю, что проект МКЖД очень важен, потому что он позволит еще больше разгрузить очень загруженные ветки и позволит лучше развиваться городу в дальнейшем. Редактор субтитров А.Семкин